Здравствуйте! Вы смотрите специальный выпуск новостей Сибирского Федерального Университета в студии Анастасии Удянских. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Красноярск впервые принял пятый всероссийский фестиваль «Наука-0+, к которому готовился с февраля этого года. Главная цель – формировать российское научное пространство. Одна из основных площадок фестиваля – Сибирский Федеральный Университет. Три дня фестиваль «Наука-0+,» собирал детей и родителей, школьников и учителей, студентов и преподавателей. Для многих наука стала понятнее и интереснее. На двух основных площадках фестиваля побывали наши корреспонденты Алина Пузырева и Илья Керпс. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы находимся на фестивале «Наука-0+. Как вы заметили, научно-образовательное шоу сейчас в тренде. Вокруг меня много молодежи и даже детей. Организаторы обещают сегодня исчезновение пенопласта и лампу джина. Что это – наука или магия? Съемочная группа ТВСФУ и попытается сейчас узнать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но наука, она бесконечна. Поэтому делайте свои шаги сейчас, делайте свой выбор сейчас, присматривайте, что вам будет интересно. Во всяком случае, в Сибирском федеральном университете, на 50-м с лишним площадках вы можете себе найти все, что бы что угодно. Встречайте! Вместе с гостями нашего времени на фестивале «Наука» побывал и проректор будущего 2115 года Иван Сергеевич Железяка. Теперь правую руку вытяните вправо. Чувствуете? Чувствуете, как я вами управляю? Как проректор из будущего сразу отвечу на самый актуальный вопрос молодежи. Нет, не стоит покупать iPhone 6S. Копите на седьмой. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, на кого сегодня упало яблоко, как на Ньютона, должны вдохновиться на научные открытия. На меня упало вот это. Ну что, пойдемте умнеть? Из Архангельска! Правильно. Я пришел сюда из Архангельска. За это вам фестиваль науки 0+. Это не торт, это гранит науки, потому что любой, кто хочет заниматься наукой, должен обязательно его попробовать. Получится у него и съесть или нет. Если получится, тогда он станет настоящим учебом. А здесь у нас площадка для абитуриентов. Разные институты пытаются привлечь будущих студентов в себе в институт. Например, Икин, что вы придумали интересного для будущих студентов? Ну, мы на своей площадке собираемся показывать различные виды шифровальных передачи данных, прилюдный взлом приложений. Вот, например, сейчас мы показываем, как ломается сапер. А сейчас мы будем травить Дафни, для того, чтобы проверить ее реакцию на спирт. По-моему, она уже хочет всплыть. Покалывает немножко в руках. Все равно освежает весьма, да, покладно. Каждый утро такой душ принимаю. Весьма весело и очень интересно. На фестивале «Наука-0 плюс» я узнала, что никакой магии в научных открытиях нет. И чтобы знать, как работает молния Тесла, и от чего умирает Дафни, нужно просто любить и заниматься наукой. А какие новые знания у нашего корреспондента Ильи Керпса, узнаем прямо сейчас. Ему слово. Алина, вот ты там что-то пьешь сейчас, а я уже тут ем мороженое самое настоящее. Расскажите нам, пожалуйста, как вы делали это мороженое? Берем сливки, заливаем их жидким азотом, добавляем также сахаром. Главное, постоянно помешивать, чтобы когда он замораживался, во-первых, замораживался он постепенно, равномерно, и структура тогда получается более пористая, более вкусная и воздушная, в отличие от обычного бомбира. На фестивале науки представлен целый ряд вот таких вот гражданских судов. Прямо здесь сегодня ребята со всего края могут участвовать в соревнованиях со своими моделями. Главное, чтобы судно победителя было самым быстрым и пришло в нужную цель. Ну, не только научные достижения были представлены на фестиваль. Например, здесь можно сыграть в известную игру «Что, где, когда», что мы сейчас и сделаем. Ну, а это, ребят, не повторять. Особые случаи, это, наверное, похлеще, чем пила Алина. Ну, вкус такой. Вода да вода. Но не только физические, химические опыты представлены на фестивале «Наука 0+,», а также есть площадка спортивная. Допустим, университета 2019. Она выделяется среди остальных. Здесь готовят уже будущих спортсменов. Например, можно сыграть в знаменитую игру в зимнюю «Кёрлинг». Ведь это тоже наука. Самоделкины из Усть-Маны сделали настоящую коллекцию машины. Они назвали её «Восстание». Машины, как и знаменитый фильм американский. Здесь можно увидеть не только вот таких вот огромных роботов, но также мелкие, допустим, фигуры дракона, также миньоны всем известные, пожарные службы, сделанные из металлических деталей. Ну вот таким масштабным и весьма интересным выдался фестиваль «Науки» в Красноярске. Надеемся, что он у нас пройдёт не последний раз. Упс, а роботы хоть и пытаются заменить человека, но я думаю, всё-таки у них, может быть, когда-то это получится, но точно не в наше время. На фестиваль «Науки» работали Илья Керпс, Алина Пузырёва, Андрей Шицов и Евгений Николаев. ТВ, СФУ. В эти дни все желающие смогли познакомиться с нанотехнологиями, инновациями в медицине и узнать, как с помощью науки зарабатывать деньги. Площадка физиков — одна из самых популярных на фестивале «Наука-0+.» Больше всего привлекает внимание школьников и студентов прибор «Катушка Тесла». Магистрант Института инженерной физики и радиоэлектроники Степан Дмитриев демонстрирует прибор и делится тем, что собирает катушки Тесла своими руками. В быту их применять сложно, но продукцию магистранта СФУ с удовольствием приобретают в музее. Площадка Красноярского государственного медицинского университета имени профессора Война Ясенецкого познакомила гостей со специальной дрелью, с помощью которой проводятся медицинские операции. Обычная дрель ни в каких случаях не подходит, так как сверлит без остановки, а медицинская автоматически останавливается после каждого слоя кости. Это позволяет проводить операции на хрупких костях. Юные авиастроители кружка «Небо в небо» из Дворца пионеров и школьников тоже представили свои работы на фестивале. Авиалюбители, школьники и их родители погрузились в увлекательный мир самолетостроения. Ребята на наглядном примере увидели, при помощи чего самолеты поднимаются в воздух. Мастерская инновации предложила всем желающим заглянуть в чемоданчик с нанопрепаратами. Содержимое чемоданчика позволяет школьнику провести более 100 разнообразных опытов. Юный ученый может проследить, как нанопрепараты защищают обработанный ими материал от внешнего воздействия. Мастерская показала, что использовать нанотехнологии несложно и полезно. Они помогают быту, автомобилестроению и медицине. А сейчас наша традиционная рубрика «Белка Ньюз». Белочка Кира тоже заглянула на фестиваль науки. На площадке Политехнического института она погрузилась в мир робототехники. Всем привет! С вами снова я, Белочка Кира. А вы были на фестивале науки? Я, как белка непростая, а ученая, пропустить этого просто не могла. Там, на нашей площадке СФУ, я нашла очень интересную штуку. Это такой робот, микросхему которого разработал выпускник нашего вуза. Плата управления состоит из управления силовой части, то есть мосфет-транзистора, а также сдвиговые регистры, необходимые для расширения количества дискретных входов на контроллере. Понятно. Внутри у этого робота есть микросхема. Она определяет, какие действия нужно выполнять роботу. Есть также особый механизм – манипулятор. Он передвигает предметы. Нужны такие роботы для того, чтобы работа людей на производстве была гораздо легче и быстрее. Робот выполняет задания, а человек лишь управляет им через компьютер. И вот интересный факт. Этого робота сделали сами студенты. Они на этом как раз учились создавать и усовершенствовать подобные комплексы. Такой опыт пока есть только в СФУ. По всему миру их собирают только для того, чтобы передать на производство. У нас же любой абитуриент или студент может сам изучить этого робота и даже попробовать улучшить его. Кстати, Саша, а в чем твоя собственная разработка? Я расширил его возможности. Это поворотная ойс от 90 градусов, стало 360 градусов. Это одновременность управления всех звеньев манипулятора, а также верхний уровень управления. Соответственно, мы можем этот манипулятор внедрять в гибкие производственные ячейки, с которых потом собирать гибкие производственные участки и получить гибкий производственный комплекс. То есть, благодаря Саше, уже сейчас этого робота можно отправлять прямо на производство? С вами была Белочка Кира. Покоряйте новые научные вершины, друзья. Еще увидимся! Наша съемочная группа Михаил Ленивцев и Константин Казаков побродила по зеркальному лабиринту Музея занимательных наук СФУ и увеличила свою физическую силу в разы. За свою жизнь я потягивался два раза. Но Музей занимательных наук СФУ помог мне самоверизоваться и почувствовать себя в человеке. Пожалуй, самое жуткое место в этом музее – это зеркальный лабиринт. Я уже не представляю, куда я иду, где я окажусь. Чувствую себя Алисой. Странник, чудесный. Положите монету в щель, пронаблюдайте за движением. Просто улетела. Но физика по-прежнему на моей стороне. За три дня на Пятом Всероссийском фестивале науки в Красноярске побывали 65 тысяч человек. Подвели итоги и в Сибирском федеральном университете. Смотрите рубрику «Фестиваль в цифрах». Это были новости телевидения из ФУ с фестивалем «Наука 0+.» Если вы хотите поделиться своими новостями, пишите в нашу группу ВКонтакте. До скорых встреч!